Мониторинг выполнения работ по повышению электроснабжения на территории проблемных населённых пунктов обсудили на совещании 8 апреля в администрации округа. На нём присутствовали ресурсоснабжающие организации, заместитель начальника управления областного министерства энергетики, представители сетевых организаций Мособлэнерго и Россети Московский регион и руководством муниципалитета. В прошлом году, вы знаете, в правительстве создан Центр управления регионов и часть муниципальных образований, в том числе и Пушкинский городской округ, попал в красную зону. Был губернатор, приходил к нам в министерство, я там докладывал, он говорит, что за причина, почему и так далее. Мы пригласили в то время сетевые компании, две крупные, которые я только выше говорил, чтобы они разработали программы, дорожные карты и спланированный комплекс мероприятий, который позволит решить проблемы с надёжностью и качеством электроснабжения в городском углу. Основное внимание было уделено посёлкам Лесной, Софрина-1 и Зеленоградское. Это те территории, где нарушения энергоснабжения встречаются чаще всего. Одной из причин является то, что сети в этих поселениях частично изношены и не модернизированы. Любые и природные явления, в том числе, они сказываются на том, что, скажем так, сети не выдерживают либо нагрузок, либо просто банально там рвутся. В конце был намечен ряд задач для решения проблем с электроснабжением. Работы по ремонту сетей Пушкинского района электрических сетей начинаются в основной массе с 1 апреля. То есть мы входим в такую стадию активного проведения ремонтов. Соответственно, ремонтная вся программа у нас, по сути, укладывается с 1 апреля по 30 сентября. 30 сентября задача ремонта закончить. Кроме того, обсуждали и то, что в случае аварийных ситуаций, которые происходят, чтобы ограничения электроснабжения не превышали двух часов, обсуждали то, что и в случае аварийных отключений должно население быть максимально быстро проинформировано. Также во время совещания обсуждались плановые отключения в летний период, которые будут проводить обе сетевые организации «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с целью реконструкции и подготовки сетей к осенне-зимнему периоду.